Доброе утро, друзья! Сегодня 20 февраля, скоро весна, скоро начинается так называемое весеннее обострение садоводов. Это когда миллионы, миллиарды людей, нет, не так, миллионы людей подарят миллиарды рублей, подчеркиваю, я применил слово «подарят», вот, просто людям недобросовестно. Вот, вы эту картинку уже видели в одном из фильмов. Беда в том, что фильмов много, мне это хорошо, что их много, беда в том, что их мало смотрят. И вчера я получаю вот это письмо. Смотрите, все, что мы делаем, мы делаем при реальном времени. Если хорошо видно строчки, мне отсюда не понять, вы видите даты. Вот письмо от Галины Ларионовой. Валерий Константинович, почитайте, какие шедевры создает фирма «Беккер». Шедевры взяты в кавычки. Лет 20 назад Войнович написал свою книгу «Жизнь и необычайные приключения» солдата Ивана Черкина. Я, кстати, читал ее. Это была пародия на советскую власть, на сталинскую власть. У меня книга 2002 года, книга замечательная, очень смешная. Читал я, уважаемая Галина. Эти комментарии из оба садовода Самары. Вам для информации. Спасибо. Вы мне, а я всем другим. Как говорится, от вашего стола нашему столу. Вот. И вот она. Ниже вот эта информация. От некой Ларисы Жуковой. Мои эксперименты прошлого сезона. Получила каталог фирмы «Беккер» в Смоленск. Они предлагают саженец «Том Тато». Гибрид картофеля и томатов «Черри». Томат привит на картофель. Цена кусается. 1190 рублей. Планирую попробовать, бедная Лариса. Кстати, много... Вот. Переходим к делу. Томаты к нам не относятся, хотя есть такое выражение «единожды совравшие». Вот. Далее-то уже к нам имеет прямое отношение. Кстати, много предлагают колдовитых деревьев. Сливы, груши, амликосы, лишний чересный. Цена около 1000 рублей. Дорого. Но очень хочется. Каталог постоянно перед глазами. Вы бы знали, что у нее перед глазами. Вот. Если бы можно было... Где-то в четвертый раз показываю. Уважаемая Лариса Жукова. Может, вам передадут кто-нибудь. Может быть, каким-то образом Галины Лареновой. Вот. Видите? Это то, что вы получите. Потому что я не могу... Я должен привлечь внимание даже вот такими вот, как бы, вульгарными жестами. Иначе... Ну, как иначе это самое? Это хотя бы... Я хочу, что когда вы впредь увидите вот это вот, чтобы у вас перед глазами стояло вот это вот. Вот. Это не шутки. Лучше увидеть Кукиш заранее. Может быть, оскорбиться даже на меня. Вот. Зато заберечь свои деньги, Герман. Я уже фильм снял об этом. Какой он там по счету? Какой он? Я не знаю. Не помню. Вот. Я вынужден повториться. Вот. Смотрите сюда. Потом, наверное, дочитаем. Итак, каталог перед глазами. Вот. Смотрим. Минус 42. Видите по центру? Это рисунок. Заметьте, не фотография. Фотография это невозможно. Это рисунок персика. Персика. Я проводил вебинар. И там у меня была прямая связь. Естественно, я этот вопрос задавал своим слушателям, своим ученикам. Я говорю, посмотрите. Скажите. Помните, я говорил, я есть такая игра. Дойдите. Десять отличий. Вот. Несколько человек догадалось. Потому что нормальный человек бы, вот перед глазами стоит. Вот эта красота. Виртуальная. Это рисунки, господа мои. Друзья мои. Итак, написано. Абрикос коловидный, а рисунок персика. Скажите, мог так ошибиться тот, кто продает эти, тот, кто, естественно, вырастил якобы абрикос, и так ошибиться, назвав его персиком и нарисовал персик. Вранье стопроцентное. А все остальное выглядит примерно так же. Вранье про минус 42. Вот. Слева нарисованы коловидные слива. На следующем рисунке коловидная груша, коловидная яблони, коловидная черешня. Я уже говорил, ребята из Беккера, фирма так называется, когда вы, ваши, выдержали минус 42, вот якобы, почему бы не обратились за Номерскую премию? Вам бы ее вручили, вам бы ее, если бы отказывались из скромности, вот, вас бы оставили ее взять, вас бы под конвоем в Швецию привезли, под конвоем привезли в Королевский дворец, прямо держа сзади, это револьвер, это потому что вы скромные, вы не подали заявку и вручили бы вам Номерскую премию и миллионы долларов придачу. Вот. Почему вы этого не сделали? Все, что вы видите, если бы оно, один сезон бывает густо обвешанное. Запомните, штампы не для проношения, больше одного сезона такое не выдержат. Вот. А здесь выдержало, выдержало только на бумаге. Вот. 32, это был бы предел для черешни, вот, чуть больше для груз, чуть больше, может быть, минус 35, вот такое вот, унижая это, плодушки, плодовое образование, они-то не выдерживают длительные температуры до 40 градусов, они просто умирают, дерево еще может выжить, а яблони и груши. Черешня бы сразу замерзла. И вот это все выдается за истинно, вот это перестает перед глазами. Вас купили картинкой красивейшей. Я пытался, я звонил, я дальше в магазин не дозвониться, все засекречено. Однажды я связался с одной фирмой, она со мной. Все остальные, посмотрим на адрес. Вот он. Вот все данные. Когда надо будет, вы остановите эту запись, прочтете, начнете звонить, потому что, если очень хочется, то можно. Вот. И они имели наглость прислать эту рекламу. Вот это первое, вот это мне прислал ошарашенный читатель мой, из моих, так сказать, поклонников. Вот это получил мой сайт Женжев Сергей. Какая наглость, а? Кому бы сучили на свою голову. Вот. И вот, значит, тут написано Смоленск, естественно, адреса нет, кроме абонентского ящика. Это дураку понятно, вот, для чего это делается. И, наконец, а, кстати, прошло много месяцев, как я впервые, то самое, естественно, тишина, никто не собирается оправдываться. Вот. И однажды это все уже мне надоело. И я... А, однажды случилось так. История-то эта началась. Возможно, это та же самая фирма. Почему? Подлость у той фирмы была необыкновенная. Это тоже был Смоленск. Это был товарищ на букву Ф. Вот. У которого свой питомник. У которого якобы чего-то только не было. Очень дорогие саженцы, очень дорогие черенки. Все это так. И однажды он ко мне прислал письмо. Не писал, а сразу в венечек с дряными черенками. Сказал, высылай все лучшее, вышлите мое. Долго рассказывать, что я довел до полношения, что сразу выкинул. Вот. Но самое страшное было, что там было это самое. Оно у меня где-то в архиве до сих пор валяется. И там был каталог. И там было написано, что... Держите за стул. Шелковица выдерживает минус 60. Абрикоса выдерживает минус 60. Я долго вспоминал, где же это минус 60 у нас в России. Вот. Но только там, на полюсе. Где-то в районе полюса. А Смоленск это граница Украины. Если кто плохо имел тройку по географии. И собирается покупать. Думаю, что Смоленска тогда-то возле полярного круга. Поэтому они такие вот прекрасные вещи произвели. Вот эти минус 42. Видите? Вот вверху слева. Вот градусник нарисован. Градусник не забыли. Ой. И снежинку. Где же это в Смоленске минус 42? И вот я позвонил этому товарищу. Товарищу Фе. И говорю по телефону. Ну, мы как почти друзья. Потому что я ему высылал роскошнейшие свои сорта. Вот. На тот момент я был известен. Раз он ко мне обратился. И его ответ. Это самое. Сказать как задорно. Готовы? Наберите воздух в грудь. Ведь я его прямо спросил. Где испытывались сорта, выдержавшие минус 60? Его ответ. Готовы? Значит, я высылал саженцы. Это самое. В Якутию. А нет, он не сказал мне хоть. Он сказал сам в Сибирь. Вот. И мне оттуда. Просто брать не хочу. Это я от себя что-то не добавил. В Сибирь. И оттуда получил известие, что саженцы мои живы. Вот. Вот это послужило для него. Вот. А, кстати, без переделки генома увеличить морозостойкость и все это роскошь, что вы видите, правда, нарисовано, невозможно. Есть предел всего. Даже у меня есть предел, потому что у меня есть возможность увеличить морозостойкость, но тоже до определенного предела. Тоже до определенного предела. Если у меня не было минус 50, как я могу утверждать, что они выдержат минус 50? Что выдержали, то выдержали, то и пишу 40. Вот. Но я живу в Сибири, а здесь граница с Украиной. Вот так вот. Вот это вот я вернулся. Еще раз говорю, это рисунки. Это все вранье. Самое натуральное вранье. Натуральный не бывает. Кто-то даже, сейчас я такую экспертизу проводить не хочу, вот, кто-то из тех, кто со мной уже общался после моей критики, какие-то нашел особенности, когда как бы повторяются кусочки доклада друг на друга, получается колновидка. Ну, это надо специально смотреть. Вот как это умудряется делать. Запомните, на вертикальном штамбе, может быть, есть вертикальные ветки на дереве. На штамбе редко на дереве. Он пока доходит до плодошения, штамм. На нем уже не остается плодовых веточек, они отмирают. Редко где-то яблочко висит или там сливка. А на ветках, вертикальных веток полно. Ох ты, елки, если бы я готовился именно к этой теме, это меня разозрело свежее письмо, если бы я готовился, я бы вам показал у себя множество, множество фотографий, где у меня не нарисованные, а реально. Прям буквально обвешанные, как облепихой, плодами вертикальной ветки этих самых. И абрикосов, и слив, и вишен. И яблони, и груш, прямо аж облепленные. Так что уже облепиха от зависти бы сдохла. От такой густоты. Вот. Но я не выдаю их за вертикальные. Это я мог, у меня даже, была бы больше, как бы сказать, прав объявить, что у меня это самое, вертикальные штабы, что у меня колонны, хотя это тоже было бы вранье. Вот. Потому что нормальное дерево называется так, оно переходит, ветки боковые не отменешь. Вот. Постепенно плодоношение переходит на боковые ветки, а с боковых веток на еще боковистее, а из тех боковистее на еще боковистее. Вот. А на более тех, которых постарше, на них плодовые веточки отмирают, это нормальный процесс. И я тебе вернусь на них плодоношение. Для этого делается сильная обрезка, дебильная. Вот. Но мы это уже проходили. Вот сколько я вам наговорил. Это вот... А, письмо еще не кончилось. Вот. И вынужден сказать, что мы работаем в режиме подчеркнуть реального времени. Значит, потом уйдет актуальность этого. Впереди весна. Обострение невинуемое. Вы думаете, у этой фирмы не купят? Очень маленький процент, малюсенький, тех, кто общается со мной. Если брать в страну, то про меня может знать один из тысяч. И, значит, информацию получают один из тысяч. Вот. А продолжение письма, это как... Бесконечный анекдот. Посмотрите, нашлись же умные люди. Я прочитал книгу Чонкина. Но дело в том, что я не помню этого. Я помню, что вроде бы... Не там ли было, как кто-то из дерьма самогонку делал и угощал кого-то. Вроде бы там. Вот. А здесь, видимо, это мой прокол. А вот умный человек нашелся. Итак, Сергей Чурчин. Мои эксперименты прошлого сезона. Где-то я про это читал. А именно в романе «Жизнь и приключения солдата» Ивана Чонкина. Так. Вот-вот-вот. Давайте туда... Дело в том, что я хочу, чтобы мы действительно были дети грамотнее нас. Вот меня уело то, что я про это не вспомнил. Итак, помимо всей идеи, у Гладышева была и такая, которой он решил посвятить всю свою жизнь. Это отрывок из романа. Гладышев решил посвятить свою жизнь и посредством ее обеспечить своими науки. А именно, вдохновленный прогрессивным учением Мичурина Лусенко надумал создать гибрид картофеля с помидором. То есть такое растение, у которого внизу росли бы клубни и картофеля, а вверху одновременно возревали бы помидоры. Будущий свой гибрид, Гладышев назвал в духе того великого времени «путь социализма» или сокращенно «пукс». И намерен был распространить все опыты на всю территорию родного колхоза. Ему это не позволили, пришлось ограничиться пределами собственного огорода. А вот почему ему приходилось покупать и картошку, и помидоры у соседей. Опыты эти пока реальных результатов не давали, хотя некоторые характерные признаки пукса уже стали проявляться. И листья и стебли, но они были вроде картофельные, зато корни, то есть помидорные. Итак, значит, возвращаемся к тому, что Галина Лариону, а это Галина Ларионова письмо прислала, а теперь она, повторяя ее начало письма, почитайте, какие шедевры создавают фирмы Бекер. Короче говоря, видимо их вдохновил Войнович, у которого Гладышев создавал, герой романа Пукс. И вот получается уже реальное. Получила каталог фирмы Бекер Смоленск, теперь и до меня доходит весь юмор. Они предлагают саженец, топ, тату, гибрид картофеля и томатов черри. Томат черри, томат привит на картофель, цена кусается, около двух тысяч рублей. Планирую попробовать. Ой-ой-ой. Кстати, многие предлагают колновидное яблони, но я про них уже сказал. Это стопроцентное вранье. Сто процентное. Еще яблони бы тянули на колновидке, на большей части территории России. Это жалкое, несчастное создание, вечно обмершее, вечно голодное, неплодоносящее. Это муки творчества, которые довели, то есть муки жизни реальной, российской, холодной, которые вот эти вот жалкие, несчастные создания на искусственных корнях, выращенные на палках, по-другому не скажешь. Вот, для меня является символом пустышки такой, знаете, вначале огромный надутый шар. Ну, все, через 30 сантиметров ссадим в сторону, забаливаем. Ох, стыдно в этот раз. Я кукиш показывать. Боженьки, мы работали над этой темой очень серьезные люди. И на полпути до окончания работы все было поворовано и вышло на рынок в качестве сырого материала. Вот, и кончилось это гигантским пшиком. Вот так. Спасибо, Галина, за это письмо. Я думаю, меня бы позабавило. Теперь мы знаем, что такое ПОКС. Вот эта вот фирма. Вот эта вот фирма. Мое предложение, господа. Вот. Которое, вот это вранье. Персик подписали, абрикос. Вот. Чтоб все это вранье. Думаете, случайно? Нет, уже была красивая картинка. Вот. Не было у них персика. Кстати, вот обратились бы ко мне, просто как-то вымоглили бы меня в моей рису, эти самые фотографии. Ой, какие у меня роскошные абрикосы, вертикальные ветки, умешаны так плодами. Я правду говорю, что это сдохло бы любое это дерево, облепихи, если бы увидело, как вешаны этими абрикосами вертикальные ветки персика. Ветки, подчеркиваю, децентральный штамп. Почему они у меня не украли это? У меня уже, я уже приводил два примера, как это делают раскрученные фирмы. А эти не догадались, им пришлось рисовать персик, чтобы заманить. Чтобы, как она там пишет, ночами не спала или что? Очень хочется каталог перед глазами. Вот. Ну что, господа, полюбовались? Теперь вы поняли, что такое работа в режиме времени. Пожалуйста, пересылайте этим и этот фильм, пересылайте друзьям. Это так просто. Это так легко. Ведь надо же как-то реагировать. Ведь они-то эти, рассылают каталоги и в интернете, и тысячами. Если уж незнакомым людям, как Сергею Железову, выслали каталог. Вот деньги, это же заказное письмо, оно деньги стоит. Там внутри красивые, на глянцевой бумаге эти же каталог сделаны. Он тоже деньги стоит. Они же такие деньги впаливают в эту рекламу. Ну, а мой друг и замечательный компьютерщик Андрей Иванович Денисенко в режиме реального времени все это. Вчера прислал мне очередную подборку, добавил еще два фильма. Номер 33, номер 34. Вот. Они очень интересны, полезны. Не буду про них говорить. Дело в том, что я расширяю все познания. Вы все больше узнаете про Бродского, про Латинкова, про Татьяну Санунагу, покойную. Вот. Без этого нельзя. Нельзя. Это единственное окошко, большой садовый мир для людей, которых я считаю избраны, которых я называю штучными изделиями. Кого-то уже последним магиканином, кого-то последним мамонтом. Ну, что делать? Жизнь такая. Вот. Опоры нету. Молодежи нету. Вот. Мы еще держимся за счет интереса старшего поколения. Все садоводство держится. Вы знаете, что каждым годом у меня, вот, допустим, возьмем 2-3 года. В 10 раз больше про меня узнали. Допустим, за 2-3 года. За это время у меня должно тогда количество заявок на семена или на черенки вырасти. Но на семена оно, по крайней мере, не снижается. На том же уровне остается. Почему-то. Хотя ясно, что людей больше, значит, все-таки оно объективно снижается. Вот. Ну, хотя бы количество не уменьшается. То есть, как-то расползается по России понемножку. Мало, правда. Меня смущает то, что уменьшается количество материалов, как в виде черенков, на которые есть спрос. Страшно уменьшается. Вот. Вот. Знаете, у меня вот когда вот такую картинку бы найти. Вот из-за таких, конечно, чуть не назвал их нехорошим словом. Вот. Из-за таких, конечно, людей. Вот найти бы, кстати, войлочная вишня, кстати, войлочная вишня, кстати, войлочная вишня. Вот. Найти бы какую-нибудь красивую картинку, на ее фоне говорить. Ну, вот абрикос, который когда созрел, дал больше 20 ведер. Вот. К примеру. Ну, это ладно, он не самый яркий. Наоборот, это дикий абрикос, полудикий, правда, съедобный жердель. Это просто картинка, на фоне которой легче рассуждать. Дело в том, что я еще когда-нибудь не было в интернете вообще, а печатала только одна довольно крупная газета, Фазенда. Вот. И уже в то время был бешеный спрос на черенки. Я мерз в погребе, я их никогда не доставал в тепло. Работал при нуле градусов, плюс один, минус один. Я помню эти заледеневшие руки, которые у меня поморожены без этого. Я паковал, паковал, я зарабатывал деньги. Ну, куда деваться, пенсионер? Я помню бешеный спрос. Годы шли, спрос падал. И в этом году он достиг своего минимума. Я не обижаюсь, я все меньше это самое режу. Скажем, года меньше, меньше. К весне я уже говорю, нету черенков. Хотя они есть. Я мог бы резать дальше и заработать лишние 100, 200, даже четверть миллиона мог бы заработать. Вот. Но прекращаю резать. И все-таки, если бы я их резал, то можно было бы убедиться в том, что, в общем-то, картина такая. Спрос, когда про меня узнал, допустим, в 10 раз больше людей, значит, спрос должен был увеличиться в 10 раз автоматом. А он уменьшился в 10 раз. Вот такая картина произошла примерно за последние 10 лет. Не увеличился, а объективная картина уменьшилась. То есть, желающих выращивать своими руками, привать стало катастрофически меньше. Я поделился с этой идеей, поплакался еще одному другу творческого коллектива, кроме Андрея Ивановича Денисенко. Это Антон Валерьевич Сафронов Новокузнецко. Это руководитель интернет-издательства «Жизнь на земле». Мы с ним создали множество вебинаров на все темы. А прошло время, и сейчас я, допустим, как, возьму время от времени, ну, кушать хочется, я возьму и напишу где-нибудь гостевой. Так, и взначале. А, бывало, его спрашивают меня, мне задают вопрос, или, например, ответьте на мои вопросы. И дальше идет длинный список. Я хватаюсь за голову. Мне надо, чтобы одному чеку, или это личное письмо, ответить в течение там двух-трих часов, потому что я коротко не могу. Вот. Вопросы обстоятельные. Помните анекдот? Где ночью взять мужика? Ну, а сами знаете, я по ночам работаю. Дальше анекдот про меня. Так вот, получается, когда я пытаюсь ответить, мне все время приходит в голову то, что приходится отвечать даже по-разному. Одним одно, а другим противоположное. Почему? Сейчас это очень важный вопрос, сейчас я в этом убедю. Итак, поймете, почему мне приходится отвечать по-разному и действовать по-разному. То есть анекдот еврейский, но пусть евреи не обижаются, я их уважаю, я дружу с ними. Вот. Я удивляюсь вообще этой нации. Вот. Если они в целом живут лучше нас, то не последнюю голову благодаря мозгам. Вот. И, как мне кажется, я не встретил ни одного глупого анекдота про евреев. Если еще где-то кого-то можно выставить глупым, помните, как это самое? Глупым выставляют русских, сравнивая там с англичанином или немцем, помните, про анекдот про два яйца. Вот. Или там, допустим, про Чукча я уж молчу. Вот. Надо вот как-то анекдот рассказать, как Чукча проучили нас, русских. И по делам нечего рассказывать, глупые анекдоты. А вот еврейские анекдоты всегда умны. Почему? Потому что они еврейские. И как... Заметьте, я не антисемит, наоборот, к огромным уважениям отношусь. Всегда переживаю, когда обстреливают Израиль. Вот. Знакомые евреи для меня это нормальные, умные, порядочные, грамотные люди. Самое интересное, грамотные. Чего ж удивляться, ведь в основе ума-то грамотный слежит. Учитесь на пятерке. Вот. И вот, значит, анекдот звучит так. Рабинович заключил договор. Сейчас поймете. Я обещал буду украшать свои эти анекдоты. Ну, иначе сильно грустно. В основном вспомните несколько минут назад про фирму «Бекер». Это же ужас какой-то. Надо как-то расцветить мой рассказ этот самый. И так, значит, Рабинович заключил договор. Видимо, он был подрядчиком, видимо, какой-то строительной фирмы на ремонт океанского лайнера с морским пароходством. Заключил и приступил к работе. Когда срок обозначенный был выполнен, приезжает комиссия принимать корабль в эксплуатацию. И вот, значит, для начала обошли все помещения. Комиссия была в шоке. А знаете почему? А потому что впервые в жизни она не могла ни к чему придраться. Все было идеально. Все было, кроме блестящей краски, ничего. Ну, вот все. Ни царапинки, ни ржавчины, ни это самое. Ну, прямо как будто корабль только сошел со стателем. Вот. Ну и все. Только собрались, сели подписать документ, чтобы оплатить работу. Вот. И вдруг самый въедливый член комиссии взял и заглянул со стороны океана на тот борт. Самый дальний борт. А там трава не росла. А там ржавчина и ракушки. Все. Больше ничего нет. Никто там и не приступал. Вот. А срок-то кончился. Комиссия хватается за голову. Подступает к нему Рабинович чуть-чуть с кулаками. Вот. Чуть ли не морду бить. Кричат на него. Топают ногами. Трясут договором. Вот. Подвел. ТТТ. Вот. Рабинович спокойно забирает у них документ. Говорит. Господа. Вы что, неграмотные? Вы что, читать не умеете? Вот. Посмотрите, что здесь написано. И показывает им договор. Видите? Договор. Рабинович. С одной стороны. Вот. Морское пароходство. С другой стороны. И дальше по тексту. Так. Смех в зале слышу. Отдельный. Вот. Не все. Потому что я когда рассказываю такие анекдоты. Вот. Смеются не все. Ну, большинство. В общем, мы уже поняли, да? И вот я такой же Рабинович. Вот. Это самое. Как бы условно можно сказать. Почему? Что мне приходится постоянно много рассказывать. 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 Представьте себе. Вот, пожалуйста, Олег Алексеевич, ответьте на 15 вопросов. Кстати, из-за таких писем, из-за таких огромного количества вопросов, я и создал вот эту сеть. Давайте глянем на нее. Вот. С одной стороны, это все цельное. А с другой стороны, вы знаете, приходится отвечать одному, кто живет там, где льют дожди. Другому, где сухо сплошное. Третьему, где это самое, посреди лета снег падает почему-то. А четвертому, там где всю зиму зеленая трава. И везде проблемы. И как сейчас оказалось, когда наши русскоязычные начали мне писать практически со всех стран Европы и Прибалтики, и оказалось, что и там тоже не так-то просто вырастить. А я-то думал, когда человек, вот они там завалили нас фруктами, значит, уж там-то все растет. Ага, сейчас. И вот вы видите плейлист. 2015-16 год. Значит, что мы видим? Мы видим огромный материал. Первая серия называется «Видеоуроки из 16 фильмов». Вот здесь есть солидный. Смотрите, кто-то мог и не заметить. Потом добавились. Сзади, Вячеслав, семинар прямо в саду. И семинар прямо в саду 2. Я был вынужден это сделать по той простой причине, что больше я в саду своем не учу. Все, укатали, как это называется, горки с чего-то там. Забыл уже это выражение, крылатая. А, укатали сипку, крутые горки. Укатали меня эти горки. А здесь прямо живем. Вот такой видеоурок. Включили. И вы вот, например, сидите. Не бойтесь вот это самое, что здесь предупреждение безопасности. Вот. Вот я сейчас взял и включил. И где мы оказываемся... Ой, сердце ёкнуло, видео недоступно. Оказывается, все-таки доступно. Вот. И всего полтысячи просмотров. А уже идут месяцы. Вот. А это крайне мало. А здесь-то ведь не просто... Вы знаете, здесь я учу и конкретные советы даю. Но я еще к тому же... Скажу, говорю. Самый холодный год. Самый не солнечный. Сахару мало. Вот это сладчайшие вещи. Вам могут это... Пробуйте. Проходите. Угощайтесь. Ну... Вначале фотографируйте. Это все сидит. Все они сидят, там еще много. Давайте сюда быстренько и вообще облетаетесь. Это как называется слива? Это который... Есть что с нами. Саина, да? Вот так, друзья мои. То, что вы сейчас увидели, это начало очередного семинара. И еще раз говорю, когда вас будут учить, кто-то хочет учить, задавайте прямо вопросы. Где ваш сад? Это очень важно, потому что учителей садов, как правило, не бывает. Они учить... Как стали учителями? Они закончили соответствующие учебные заведения. Вот. Они обложились книгами, журналами. И на основании их учат вас. А многие из них не посадили ни одного дерева. Потому что если бы... Им пришлось бы посадить, они бы этого не учили. Это страшно, чему они научили народ. Вот это в этих же видео... В видеоуроке номер 14, 15, семинар прямо в суду. Это прямо. Тут изложена вся моя концепция, как бы. Простым языком. Видя рассказы. Следующий плейлист. Валерий Железов. Воспоминания о будущем. Вот. Чего здесь только нет. Начал-то я с воспоминаний, а закончил в будущем. Вот. Здесь есть и разговоры и с Мичуриным даже. А с Мичуриным я еще не только начал. Я только обозначил. Впереди большая работа. Я буду цитировать Мичурина и говорить. Тут согласен, тут не согласен. И все это с огромным уважением к классику. С гигантским уважением. С непередаваемым уважением. И здесь таких, посмотрите, 31 фильм. Вот. Их изучают. Вот возьмем любой, допустим. Это примерно в январе создавалось, в декабре. Сколько там? На первый же щелкнут. Вот. 300 просмотров. Ну, многому она Россию научит. Как вы думаете? Не важно, что здесь. Вот. Ладно. Пойдем дальше. Видите, пока все грустно. И вот, наконец, третья серия. Новое садоводство для дачи. Кашкольных селей. Дело в том, что я сейчас готовлюсь к... Готовлюсь к... Готовлюсь к... Вебинару. Я не зря сказал, что у нас катастрофически падает желание, судя по исчезновению заявок на чередки, которые я и так уже не рад, что калечу деревья. Мало режу. Вот. И даже это уже не надо никому. Вот. Как оно выглядит? Смотрите сюда. Я вот сейчас обращаю свою веру. Нажимаю. Видите, как удобно работать. Так. Вот. Я вас сейчас знакомлю. Вот это вот все мои материалы. Это гигантский материал. Это невиданный материал. Это материал, который противостоит... Тут не только я. Посмотрите. Я опять отклонился. Посмотрите, сколько здесь бродского. Вы видели? Вы видели, что здесь творится? Вы видели, сколько здесь Латинкова? Вот. Вы видели, Татьяна Александровна Була? Это каждый, считайте, по книге это написал. Как бы, если это отредактировать. А вы видели, что здесь есть еще другие ребята, которые по одному по две статьи написали. Под моим давлением, чутким давлением. Вот. А здесь, это, думаете, все? Стоит только открыть самую первую строчечку. Вот она. И мы попадаем только первую. Еще гигантское количество. Вы видели? Что здесь творится? Это, так называемый, мой архив. Он противостоит всей полностью науке. Полностью. Только мой архив. А сколько наших ребят здесь? Елькина, Муравева, ставьте в покое. Кнуров, размышления после семинара. Владимир Горновулов, семейного раздражения. Диалоги Горновулова, Железов, Нога. Ведь это переписка, которая не способен бы участвовать ни один академик. Только по той причине, что он даже... Проблемы-то таких не знает, которые в реальном саду. А Горновулов знает. А Железов знает. А Татьяна Ансангага знает. А сейчас как получилось? То есть Андрей Иванович Денисенко или Антон Валерьевич Сафронов, которыми много лет сотрудничали, они вполне могут уже лекции читать. Я специально заявляю Железов. Если когда-то бы появилась афиша создания идеального сада и фамилия Сафронов или Денисенко, и пожалуйста, они бы уже... У них уже опыт есть садоводческий даже. Я как-то целый фильм посвятил даже этому самому Денисенко, но он от скромности отказался его выставлять в интернет. И так бывает. Но это ладно. Вот. Посмотрите, какой огромный материал. Шадрин. Опять дискуссия. Шадрин Горновул. Есть просто великолепные статьи. Есть статьи Шадрина, которые... Ну и мне просто шедевр. Есть статьи нашего... Одного из самых близких друзей из нашего кружка. Долматова. Вот. Это невероятный материал. Вот. Такой не снился. И, кстати, все это никто никогда... Сколько я их рассылал. Ой. Один бог знает. Сколько я их рассылал по изданиям разным. Нигде. Никто. Никогда. Ну, кроме там пары газет, газет сибирских не печатал. Ну, или там еще пара журналов. Ну, это... Ну, не те масштабы. Поэтому практически из тысячи человек, кто сейчас посмотрит этот фильм... Ну, сколько? Один-два вспомнит фамилию мою, а остальные вообще даже, боюсь, не вспомнят. Вот. Настолько мизерная часть была опубликована из этих выдающихся работ. Выдающихся, подчеркиваю. Ладно, возвращаюсь. Возвращаюсь и нахожу то, ради чего я сюда пошел, попал. Итак, находим мы с вами, находим мы с вами бесплатный вебинар по проблемам садоводства. Вот он, друзья мои. Вот. И начинается он, а, кстати, начинается это с этой фотографии. А сам вебинар начнется еще несколько дней. Кое-кто его еще может, из тех, кто увидит фильм, еще может записаться на него. Подчеркиваю, занятие бесплатное, первое, по крайней мере. И вот эту фотографию мне прислали, это пришкольный участок. Вот он так выглядит. Вот это он символизирует все состояние нашей этой самой педагогики. Вот. Занечавший, дикой, дебильный. Вот. Там сидят люди, им надо постоянно что-то выдумывать. Иначе зачем они... Вот зачем нужна Академия Педнаук? Они постоянно должны что-то новое выдумать, чтобы людей вот эти... Вот мозг человеческий, говорят, якобы, он на 3% задействован. А остальные 97% спят. Вот. А эти 3% они как используются? Ну, конечно, даже автомобиль не надо знать, как устроен двигатель внутреннего сгорания. Он не требуется. Достаточно знать три педали и это самое. Газ, тормоз, сцепление и еще там пару этих. Еще руль, в какую сторону вертеть. Вот. 3% они быстро заполняются и дальше всех тупеют. Он тупеет уже к концу школы. Почему? Забили мозгами. Мозги забили дурью. Вот. И тем, чего не надо в жизни. Аттестат зрелости, это не аттестат зрелости, его надо писать. Аттестат тупости. Вот. И я-то говорю к тому, друзья мои, что 97%-то все-таки еще есть надежда пробудить хотя бы наших детей. А пробуждать должна Академия Наук. Вот. Вот они изобретают дебильные способы, как это сделать. А реально-то выходит то, что учителя должны вместо того, чтобы воспитывать своих детей, не только школьников. Вот. Посещать музеи, читать дополнительную литературу, просто смотреть фильм какой-нибудь там, бразильский сериал. Они сидят и за днем в день, включая выходные, и пишут отчеты, которые якобы они это самое. Вот. Провели такую работу. И пишут, и пишут, и пишут. Их загнали в дикую ловушку. Такую ловушку, что требовать от них теперь, чтобы пробудить 97%, показать кукиш неудобно, пока слишком часто приходится показывать. Вот. О чем речь. А вот это вот, где реально можно было почему-то научить детей, вот так вот. Еще раз говорю, это фотография, символ нашей педагогики. Вот это. Вот. А я ее получил просто от одного из любознательных садоводов. Так. И подготовил материал. Что за материал? Вот. Я буду рассказывать, как прививать, как не прививать. Можно ли без прививки получить такие плоды? Нельзя ли получить такие плоды? В каких случаях можно, в каких нельзя? Вот. Почему в одном случае надо... Помните анекдот? С одной стороны Робинович, с другой стороны Пароходство. Так и тут. Вот. Посмотрите. Вы думаете, это случайно будет набор слов? Вот. Тут у меня целая концепция подготовлена. Целая концепция. И никуда от нее не деться. Потому что больше рассказать некому. Так уж сложилось. Ни я, ни мой кружок, мы никому не нужны. Одна сейчас надежда только на... Только на этот самый, как его назвать? Только на интернет, который не знает границы, который уже не заткнешь. Видите? Это для одних условий. Например, близкие грунтовые воды. Это. Это что же самое, Вишня? Что это? Что это? Вы чувствуете разницу? Почувствовали? Я обязан про это рассказать. Потому что таких снимков нет ни у кого и никогда. Вот. А еще наука бы заставила вот этот... Я выкопал-то целиком. Для вас копал. Ой, знаете, как это трудно было. А выкопал. А они-то не копали. Они пишут. Центральный корень. Вредный. Так же, как много величайших веток обнаружили. Еще и центральный корень не помешал. Из-за того, что растет центральный корень... Вдумайтесь, друзья мои. Вдумайтесь. Вот. Это я не вам стучу. Это им по голове надо стучать. Вдумайтесь. Вот этот корень ненужный. И если его отрезать вот тут. Вот тогда дерево будет вот такое. Огромные, пышные, боковые корни. И тогда у вас будет прекрасный урожай. И все будет прекрасно. Вы понимаете? Вот этот корень. Приказано. Выкопали, саживали. И отрезать. Что, я вру? Сколько из вас насчитанных? Ну. Ведь это же истина. Фу ты, господи. Какая-то истина. Истина, что я говорю. Ну, что вот это вот. Вот это вот. Вот для этого существует вебинар мой. Вот. И вы узнаете. Вот. Вот эта красота прекрасно размножается черенкованием. Так нет же. Стоит-то она тысячу рублей, если брать готовый саженец. Вот. Понимаете? А вот это вот уникальнейшая вещь. Это еще остатки тех самых состолетних деревьев, которые якобы... Я вынужден... Как рассказывать? Ребята, вот этот Бродский, этот Дальний Восток, это его экспедиция, которой едва ему жизни не стоили. Вот. Ребята, столетние абрикосы существуют только потому, что за ними никто не ухаживает. Понимаете? Вот бы этот уход бы. Вот бы взять бы, когда вот он был таким вот, этот столетний абрикос, да? Вот когда он был еще вот такой вот. Выкопали бы его, отрезали бы ему центральный корень, благодаря которому он живет сто лет. Представляете? Отрезать бы его, и вот тогда он бы 200 лет прожил, если верить этим апологетам, этих диких обрезок. Вот для чего нужен вебинар. Ну и самое главное. Можно ли из таких получить плоды не хуже, а лучше, лучше? Я говорю как тут, Робинович, с одной стороны можно, а с другой стороны нельзя. А что это за стороны? Вы узнаете. Вот. Ведь видите, что творится в моем саду? Видите? Он похож? А плоды-то взяты с абрикоса патриарха, косточки. А что случилось-то с ним? Видите? Видите? Это все с патриарха. А вот это, вот это вот, абсолютно сладкие плоды. Вот так вот. Значит, можно, а я вот сейчас заманиваю на тот вебинар. А вот это только прививкой. Увы, увы, увы. Вот. Я буду доказывать, что прививка все-таки придется делать, если вы хотите получить предельный урожай с предельно вкусными и крупными плодами. хотя вот это вот, это сделано без, это сделано без прививки. Это корнесобственный. Но он недолго не проживет. 40 градусов он должен погибнуть, раз не привит. и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы все это переселилось в ваши сады, друзья мои. Вот. И прививальщики, и непрививальщики. Вот так вот. Вот это я все буду рассказывать, показывать, рассказывать, показывать. Новое направление, которое я добавил к Мичуринским под названием уже не насыщение метра, а наслоение метра, а еще инфицирование. Это я добавил к Мичуринску. Я уверен, что если бы когда-то я встречу с ним в районе, он мне пожмет руку и никогда не скажет, что я не согласен с вами, Валерий Константинович, вы не туда завели современную науку. Кстати, современная наука должна выглядеть вот так. Вот. Потому что есть волшебники, тянется от нога, Боднар Борис Осевич. Вот уж действительно волшебники. Они и без прививки это способны делать. А вот это уже на грани гибели. Это я сфотографировал. Два дерева прекрасных, плавносящих, которые растут в нескольких километрах от меня. Это деревья Байкалова Леонида, Ивана Леонидовича. Это когда-то были его саженцы. И скоро они исчезнут. Ход. Я это комбитировать сейчас не могу, сами понимаете. Но все это будет рассказано на вебинаре. и как добиться этих чудес. И что такое мое новое направление в селекции под названием селекционное клонирование. Что-то вы уже слышали, что-то еще узнаете. и почему 5-6 лет не растет это дерево. Тоже должен рассказать. И это почему 4 года не растет. Вот. И почему на яблоне груши можно вырастить, но как это трудно сделать. много чего еще. Много чего еще. Вот я фактически провел так называемую презентацию вебинара. Вот. Потому что все это надо знать. И о том, что существует еще телегония, прямые половые связи. Вот. Я в таких случаях говорю, когда я писал об этом письме, написал в скобках, хохот в академическом зале. И чего пусть хохочет. Больше всего хохочет, знаете, над чем? Когда я говорю, что до появления человека на Земле сорта были уже давно, с абсолютным вкусом. Уже давно были. Вот. Сорта с абсолютным вкусом давно были. Сейчас их несколько покажу. Я вас уверяю, в раю лучше быть не могло. Сейчас, вы видите. Вот видите, это я не означаю вставил. Знаете, почему? Потому что я хочу обнадежить людей, особенно новичков. Трудно переучить тех, кто уже научился убивать. Тех, кого научили убивать. И у кого руки опустились. А для новичков вот это мои первые опыты. И они там были самыми яркими, вот, самыми запоминающимися. Вы знаете, у меня такое впечатление, что меня Бог заманил. Видите, как абрикос в нектаре переделался. Вот. никто никогда не узнает эти сорта. Невозможно, невозможно, невозможно. Каждое дерево по принципу одно на планету. Представляете? Вот. А это, чтобы для демократизации, для демократии. Это сад моего друга. То есть, любой человек может стать волшебником. Поэтому я вот это снимок включил, чтобы порадовать вас, чтобы глаз отдыхал на этой девушке счастливой, что она в таком саду живет. На этих огромных плодах, которые прямиком приехали в виде черенков этого самого с Алматы. Я же не зря начал разговор про черенки, вы же поняли, про прививку. А это снова я. И это я. И это я. 25 ведер с дерева. Вот. И вот, значит, потом пошли мои доказательства, что все это вам доступно. Почему? Потому что если бы вы знали, какая, если расшифровать это все, шифруйте, пожалуйста. Фильт у вас будет, шифруйте. И вы скажете, ничего себе, а почему же у меня-то пусто, если в этих диких условиях все есть. Вот. И вот, значит, это самое, это себе узелок на память, чтобы обязательно рассказать, что творят эти самые уники. Ну, ладно, короче, я вас познакомил. Еще много полезных советов тут. Но главное, еще волшебники, видите, какие люди. Видите, что это? Это черешня, которой не может быть никогда в Сибири. Вот. Я просто, когда показывал вот несколько красивых фотографий вот таких, я их показал для того, чтобы вы поняли, это все создать легко, гораздо труднее сохранить. Что-то я сохранил, что-то не смог, но мой опыт вам пригодится. А создать будет так легко, друзья мои. Ой, как это просто, если только отказаться от этого, начинать с этого. Сейчас же мне пишут и пишут, вот, не хочу возвращаться к письмам, там есть письмо, и там десяток вопросов. Я схватился за голову. Я говорю, вот вам мой этот сайт, ой, сайт, этот, скайп, выходите, вышли, и началось. Два гектара, а земля у нас перекалечена, мы хотим все перепахать. Я говорю, сколько она не пахалась? Где-то сетверть века. Я говорю, вы что с ума сошли это преступление? Ну, немножко разровняйте, если там неудобно совсем. Ну, не трожьте этот дёрт. 25 лет, уже все, подземный город готов. Подземные, цокольные этажи, все готово, вам только надстройку сделать в виде деревьев. Вот, убедил вроде бы. Но для этого сколько времени моего личного понадобилось? поняли, для чего теперь фильмы? Вот, теперь смотрим сюда. И вот последняя серия из 34 фильма. Всего получается 82. Ох, когда же все пересмотрят. Да, было бы желание смотреть. Вот, и начинаю новую серию. Вот, где память. Я написал, как назвать новую серию, в которую уже этот фильм войдет. и забыл. Ничего страшного. А может быть и не надо говорить. Пусть будет это заманивание. Где-то еще будет 35-36 и возможно фильм. И на этом эта серия заканчивается. Нам надо говорить о будущем. Говорить о будущем. Если не будем говорить о нем, его никогда не наступит. То, что меня шокировало, то, что полностью исчезло. Практически полностью. Вот, я еще под конец расскажу. Ну, почти как один минут. Я называл это трагикомедия в этой переписке гостевой книги. Я сейчас не буду ее искать. Там было примерно так. Я уже закончил, я уже всем отказывал в чередках. Хотя спроса-то не было. Ну, желающие были. Еще раз говорю, в 10 раз меньше, чем 10 лет назад, но желающие были. Я всем отказывал. И вдруг мой товарищ, которым есть фильм, в котором есть фильм. А может, я его быстро найду. Так, как же быстро, как же быстро, быстро его найти. Так. Не хочется прерывать эту серию, отключаться, потом включаться, потом включаться, потом включаться. Видеоролики железного для публичного распространения. они созданы еще до этих фильмов. Вы представляете, какой богатейший материал у меня тут собрался, да? Так, здесь все четыре выступления на Челябинском слете, где я уже совсем толково вроде рассказал обо всем. Вот. Чего тут только нет. Помните, я еще раз говорю, мне когда-то фраза чего тут только нет, я вспоминаю эмористический этот самый рассказ перестройщик времен. Чего у нас стране только нет. Пива нет, рыбы нет, мяса нет. Вот так. И примерно, кстати, это сейчас ее можно перечислить с удовольствием. Яблок нет, груш нет, абрикос нет. Имеется в виду свои. Почему? Потому что есть, эх, уже куда-то наделось. Зато есть вот эта вот фирма Бекер, которая нас накормит. Как хочется еще кукиш показать. И вот где-то здесь у меня есть специально 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 репортаж из абрикосового рая. Да, где-то здесь у меня есть про это самое. Ой, где-то здесь у меня есть рассказ, где я побывал в Чернобаево. Лучше вам не показывать, потому что вы начнете возмущаться и даже может быть это, чуть ли не проклинать этого товарища. Там мы стоим возле прекрасных абрикосов в количестве три штуки. Прекрасные деревья, все в плодах. Деревья выращены с моих чередков, по крайней мере два из трех. Вот. он рассказывает как это замечательно и это как бы экскурсия по лучшим садам. Всем все интересно и вдруг я узнаю уже зимой, что он собирается их спилить. Вот. Причина знаете какая? Как сказал бы Задорно, то ли наберите воздуху, то ли заберите, как же это было, то я уже опять забыл. Готовы? Вот. Он мне объяснил так, его замучили женщины, его женщины, женщины его семьи, потому что они недовольны, каждый год сыпятся, большое выражай, деваться некуда, гниют прямо, там же красивый газон у него, все это гниет, девать некуда, и кончилось с тем, что они решили, он не выдержал этой пытки, не выдержал критики, и вот эти, нет, сад у него очень большой, у него и без этого будет этого добра хватать, но он их выпиливает как лишнее, так вот, господа, таких деревьев открывает страшную тайну, и мы на этом закончим, таких деревьев нет ни у одного научно-сельского института, Сибири, запомните, Садогорск, это Сибирь, вот, Хакасия, вот, и всей Северной России, на юге, может, есть и то, у меня большие сомнения, то, что у нас растет у простых садоводов, любителей, нет, вот, с одной стороны, это преступление против науки, но наука об этом не знает, почему-то никто не едет, не возмущается, не берет под охрану, не пишет, что если вы срубите в своем любительском саду, возле своего дома эти абрикосы, то как это научное наследие, как научная ценность, мы вас привлечем к суду, заставим платить страх, миллион рублей, пусть растут, и вообще считайте, что это народное достояние, хотя бы так, ага, сейчас, приехали, вот, для них это головная боль, не дай бог, их правду заставят абрикосы выращивать, догонять нас, любители, вот, то есть этого не случилось, я нашел компромисс, я у него за полцены выкупил эти чередки с этих деревьев еще живых, которые будут срублены весной, все что мог, он срезал, и поняли, да, вон они у меня лежат на балконе, при нуле градусов, поддерживая температуру, и до весны осталось полтора месяца, до, до, так сколько, примерно два месяца до весенней прививки, полтора-два месяца, полтора это если кто смелый, кто осторожный, сегодня 20 февраля, кто осторожный, то 20 апреля на счет, и осталось, а они лежат, и никому не нужны, я эту историю рассказал в гостевой книге, которую читают тысячи людей, вот, реакция, одна из два заказа было, ну там типа пришли эти две штуки, один, два человека, и пришли эти пять штук, еще один, и по-моему, сейчас еще заказы есть пара, но почему-то раз деньги не идут, значит уже раздумали, все, вот это богатство будет уничтожено, вот так вот, и единственное, что я сейчас вспомнил, вчера, когда я, мы же чем занимаемся, листаем, листаем до бесконечности, вот эти вот фотографии, каждую комментирую, вот это вот фотография, абрикос-академик, сделал, саморичным, своими руками, заслуженный художник, Акасия, Тернебаев Леонид Дмитриевич, видите, вот, а вот я сделал подпись, подниму, чтобы не напутать, абрикос-академик, вот, два, это значит, ну, где он не относится, цифра два, и кажется, здесь поблизости, больше его нет, так, а вот еще десертный, вот, но тут и некоторые сомнения, его ли, потому что, один из сортов, мы с ним назвали десертный, потому что мы не знаем его название, но вдруг, если кто-то другой пристал, я боюсь опозориться, вот, видите, и вот еще один, тоже с его сада, вот эта вот, высотка, девятиэтажная, это вот, чтобы доказать, что это правда его сад, а не Крым, вот эта высотка, вот живет на улице, кажется, Ерыгина, все, на сегодня достаточно, я вас развлек, отвлек, кого надо отругал, вот, внушил некоторую надежду, но еще раз говорю, еще год-два, и садоводство затихнет окончательно, та же просьба, распространяйте эти самые, распространяйте, распространяйте, пересылайте друг другу, и просите их в свою очередь, чтобы пересылали дальше, потому что эти 82 фильма, вот, а еще же, кроме этого, а еще же, кроме этого, кроме этого, еще же видеоролики, а их огромное количество, ведь они же тоже научные, вот вам, вот вам это, путешествие по саду, это, как прививать, все, 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 все тут есть, вот, в общем, друзья мои, давайте дружить, давайте продолжать это дело, я устал бороться, нас сильно мало, маленькая такая, грубка людей, вот, так мало, что на фоне, миллиона, миллиона разных, миллиона разных распространителей, убийственных советов, мы проигрываем, проигрываем, потому что человеку еще, третий, пятый раз посадил, и опять все мертво, а то, что не умерло, он сам убил, вот, две тенденции, первое, посадить негодный материал, второе, если он чудом выжил, живучих деревьев, добить его, добить, добить, пожалуйста, давайте, это самое, вместе работать, ведь я это говорю, не ради того, чтобы заработать, вот, прежде чем, собрать вот эту небосемую коллекцию семян, ведь каждое семечко было собрано, заплачено за это, каждое семечко было, расковырено, заплачено, помыто, заплачено, высушено, заплачено, сложено, заплачено, вот, потом идет, помните фильмы там есть, «Резник 8, как идет фасовка, за это заплачено», Это большая работа, поэтому вы не думайте, что я стал миллионером, зарабатываю на вас. Пожалуйста, помогайте, 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 потому что если они разойдутся, ведь тут же есть вот этот самый, где же он, где же он, где же он, вот в этих самых видеороликах, да, тут есть фильм, который называется «Золотой запас России». Этот запас-то будет выброшен, ведь я его застратифицирован, значит, на следующий год не сохраню. Вот, еще месяц, и все, и надо будет, они прорастут, и надо будет их выбрасывать. Пожалуйста, давайте помогайте, помогайте. До свидания, друзья.